Всем хай, с вами Дима и это рубрика Fight News Time. Абдулманаб Нурмагомедов про карьеру Хабиба. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру через два года. Так желает его отец и тренер Абдулманаб Нурмагомедов. Никому об этом раньше никогда не говорил, но вскоре Хабибу действительно нужно будет завершать. Цитирует Абдулманаба live.ru Не хочу расстраивать болельщиков, но каждому человеку отпущен свой ресурс и он не беспредельный. Для боев Хабибу осталось полтора-два года. Сейчас 4 марта надо победить, причем победить убедительно, чтобы не дать судьям ни намека на шанс что-то придумать. После этого драться за чемпионский пояс, в идеале с Конором Макгрегором. Ну а в 2018 году защитить титул два, максимум три раза. Хабибу сейчас 28 лет, 30 он должен закончить. Мне нужно, чтобы сын приносил пользу нашей стране и другим бойцам, чтобы помогал единоборствам в России развиваться. Напомним, что 4 марта Хабиб встретится с американцем Тони Фергюсоном в бою за пояс временного чемпиона UFC в легкой весовой категории. Уайлдер хочет объединить пояса, защитить их пару раз и уйти из бокса. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деон Тей Уайлдер в минувшую субботу нокаутировал 34-летнего Джеральда Вашингтона и заявил следующее. Я хочу объединить пояса в супертяжелом весе, защитить их пару раз и уйти из бокса. Я чувствую, что могу причинить кому-то серьезный вред на ринге. Это не шутка. Я действительно, действительно чувствую, что это может произойти. Чем более опытным я становлюсь, тем более опасным являюсь для своих соперников. Также, следующий бой Уайлдер должен провести против 38-летнего бармена Стиверна. Как постановил Всемирный боксерский совет WBC, переговоры между сторонами боксеров должны стартовать сегодня. И если в течение 30 дней они не придут к соглашению, будут назначены промоутерские торги. Напомним, что свой титул Уайлдер завоевал в 2015 году, победив Стиверна решением судей. С тех пор американец провел 5 его добровольных защит, что является нонсенсом в мировом боксе. Стиверн с тех пор выходил на ринг лишь однажды, с трудом победив боксера второго эшелона Деррика Росси по итогам 10 раундов. Коди Гарбранд. Я сломал Доминика, он уже не будет прежним. Чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбранд в интервью MMA Junkie обсудил отказ Доминика Круза проводить немедленный реванш с ним. Напомним, что Коди победил Круза единогласным судейским решением в декабре прошлого года. Он отклонил повторный бой, рассуждает Коди. Он сказал, что подождет. Если я перед боем столько наговорил, а потом мой соперник хорошенько избил меня, то я, по крайней мере, попробовал бы еще раз, потому что у меня есть сердце бойца. У Доминика Круза нет этого. Я чувствую, что сломал Доминика в этом бою. Я на самом деле не думаю, что Доминик будет тем же, что был раньше. Я доволен, что получил бой с ТиДжеем. Я рад драться с ТиДжеем. Он не хороший человек. И он боец похожего типа с Крузом. Всем спасибо за просмотр.